Музыка Бильярд, ну в первую очередь это было хобби, потом когда я узнала, что еще и проводятся чемпионаты мира, Европы, что есть звания, разряды, конечно, из хобби это все перешло в разряд спорт. У меня по геометрии была пятерка, безусловно, но я не думаю, что это отразилось на каких-то результатах в бильярде, потому что когда приходят дети 6-7 лет, 8, ну в разных городах по-разному начинают тренировать с разного возраста, какая геометрия в 6 лет или в 7, то есть какие понятия геометрии, все тренируется, все зрительно запоминается и дальше уже может быть там какие-то, ну какие-то мелочи, наверное, единицы ударов, которые связаны с геометрией, это типа дуплета, там угол падения. Все остальное это все техническая сторона, как и в любом виде спорта. Наталья Корнева, мастер спорта международного класса по бильярду, многократный призер чемпионатов России, неоднократный победитель и призер международных турниров, трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира, обладательница Кубка мира, лауреат окружной премии «Спортивная элита». На данный момент является старшим тренером юниорской сборной России по бильярду, а также главным тренером сборной Югры. Начиная с 2010 года воспитала мастеров спорта по бильярду Юлию Кочню, Викторию Сауту, Полину Федорову и более 20 кандидатов в мастера спорта. Если брать детство, то, конечно, я была спортивным ребенком. Начиная со школы, где-то ближе к классу третьему, я начала заниматься ушу. То есть год я прозанималась ушу, но из-за школы, опять же из-за того, что там по урокам немножко не успевала, и запретили, в общем, ходить на тренировки. Таким образом ушу осталось в стороне, но оттуда появились свои какие-то навыки, знания, появилась растяжка. Где-то в пятом классе на тот момент девчонки все собрались и говорят, на дзюдо, красивый тренер, пойдемте все на дзюдо. Буквально сразу стало все получаться. Я участвовала на разных чемпионатах и округа, и города, приносила разные медали. Все тренера менялись, потом к нам приехал в город уже мой последний тренер, который сейчас тоже тренируется, и я его уже сейчас тренирую в бильярд, вот, это Саут Андрей Теофилович. Вот он меня довел до того уровня, что я выполнила кандидата в мастера спорта, то есть уже должна была участвовать там на зональных первенствах, на России. У меня было очень много переломов, то есть меня даже прозвали хрустальной. Костям не хватало кальция, в общем, я раз, буквально там, наверное, полгода у меня было три перелома. Ну и посоветовавшись как-то с родителями, решила, что пора уходить. Вот, это был шок, конечно, для всех тренеров, это был пик такой у меня. Не занимаясь год, я начала набирать веси, ну это понятно, бросив большой спорт. Вот, когда приехал мамин брат и увидел меня, как бы, он сказал, что-то не то, надо как-то возвращаться в какой-то вид спорта, если ты не хочешь какие-то активные единоборства, давай попробуем что-то другое. И в один из дней мы поехали в бильярдный клуб с ним играть. Вот тогда, наверное, геометрия мне и помогла, как-то там что-то я высматривала и забивала. Как забивала, вообще не понимала. И он говорит, давай-ка попробуем бильярд. Он привел меня в детскую спортивную школу из Дишора Олимпко, из Кагеолога, наш в Сургуте, к своему другу, моему первому тренеру, Грушевскому Виктору Викторовичу. На самом деле, если даже брать час, я исключение нашей школы, потому что там все-таки принимают детей до 16 лет, с 10 до 16, мне уже было 19, но меня как-то так, как темную лошадку спрятали, вроде как талантливая, надо дать, попробовать дать возможность. Я приходила, занималась с детьми, буквально сразу с первых тренировок, через неделю, обыграла самую сильнейшую спортсменку, на тот момент уже титулованную чемпионку округа Сакушеву Анжелу. И она очень удивлена была. То есть, ну, вот это желание, наверное, соперничество и желание всегда не бояться играть сильными, все это дало дзюдо уверенность себе. То есть, что мешает чаще всего игрокам-бильярдистам в бильярде? Это мандраж. Когда трясутся руки, когда ты не можешь нормально держать кей и забивать простые шары. Дзюдо мне очень помогло в этом. Я не понимала, что такое мандраж, но, наверное, года 4 пока занималась, то есть, выиграв уже Кубок Губернатора, Кубок Европы. То есть, я вообще не испытывала мандраж и не понимала, о чем они говорят. Потому что для меня мандраж, в первую очередь, это когда ты занимаешься дзюдо, выходишь на татами против своей подруги, допустим, близкого тебе человека, и тебе надо руки-ноги ему ломать, грубо говоря, душить там или еще что-то. Это мандраж, да. То есть, это, в принципе, та система, которая ломает мозг твой, когда тебе с детства закладывают все-таки беречь, уважать, любить тебе любимых, уважаемых людей, а тут им надо руки-ноги ломать. То есть, тут надо выходить на татами, как тренер говорит, на татами нет друзей, и все, там, даст подзатыльник, и ты идешь с такими глазами бороться. То есть, эти все вещи, конечно, очень повлияли на результаты, на результате спорта. То есть, ну, как бы, безусловно, дзюдо – это то, что помогло мне, помогло мне как спортсмену сейчас показывать высокие результаты. С приходом бильярда в мою жизнь пришла и моя семейная, грубо говоря, жизнь, да. То есть, я встретила своего мужа в спортивной школе нашей, это тренер по плаванию. Как говорится, у чемпионов, у тренеров рождаются и дети в какие-то определенные даты. 9 мая 2015 года, День Победы, в годовщину, у меня родилась чудесная дочка, которая в дальнейшем, я думаю, будет тоже спортсменкой, вариантов в ней особо нет. Папа тренер по плаванию, мама по бильярду. Вот, поэтому все-таки яркие события, наверное, уже в сознательном возрасте всегда будут связаны с семьей, они меня всегда поддерживают, да. Ребенок, то есть моя дочь Ксения, часто ездит со мной на соревнования, то есть это, опять же, помогает играть, потому что все-таки для бильярдиста самое главное – это чистая голова, без всяких ненужных мыслей. И когда семья поддерживает тебя в твоих начинаниях, когда они рядом и по возможности ездят со мной на соревнования, это самое главное. То есть можно спокойно собраться с мыслями и думать только об игре. У многих все-таки, наверное, любителей складывается ощущение, что это так, развлекуха, бильярд. И когда эти любители все-таки узнают, что есть бильярдные школы, есть тренировки какие-то и приходят на тренировки, вы бы видели их лица, когда, допустим, он потренируется полчаса, с него уже семь потов сошло, то есть болят руки, ноги, спина, все болит. И тогда люди понимают, что это спорт. Одно дело, когда ты просто дурачишься, ходишь и бьешь по этим шарам в компании, в бильярдном клубе. Другое дело, когда ты уделяешь этому много времени и все-таки относишься как профессиональный спортсмен. Не зря бильярд называют шахматодвижение, потому что на столе миллион позиций. Только у шахматистов эти позиции, мне кажется, за все время можно выучить, сколько их там есть. Пусть их много, но у нас каждый удар – это каждая новая позиция. Взял чуть-чуть левого винта, правого, и абсолютно по-другому разложится ситуация. И миллион позиций, их все не запомнить. Единственное, что ты можешь, это отработать четкость удара, четкость попадания в свой шар и научиться выводить шар туда, куда ты хочешь. Тогда все будет складываться, ну и плюс все-таки самоконтроль, самосознание, вот это все-таки состояние гармонии в душе. В плане перерождения, знаете, все-таки, наверное, оно уже случилось, когда из разряда спортсмена-профессионала я перешла в разряд тренера. Опять же, это было связано с тем, что тренеров в Сургуте не было, то есть в округе некому было передавать свои знания, а мои знания уже достигли того уровня, что, в принципе, конкуренции даже среди мужчин уже не было. И было принято решение устроиться все-таки тренером и отдавать знания. Это было очень тяжело, как бы тяжело со стороны спортсмена разрываться, когда ты даже на соревнованиях, получается, есть турниры, когда я приезжаю туда со своими спортсменами, очень тяжело и за ними следить, и опять же думать о своих каких-то результатах. Все это довольно сложно, и потом в дальнейшем мне еще предложили должность тренера сборной России у юниорок, так как все-таки юниорки нуждались тоже в том, чтобы им передавали опыт, как-то помогали в течение турниров. Безусловно, это все сыграло свою роль, но уже какой-то вот новый этап, новый виток, я научилась совмещать это все, в этом все-таки показывают результаты, потихоньку, понемножку боремся и все-таки стараемся показывать высокие результаты на международных турнирах. Если брать развитие бильярда в целом ХМАО, то, конечно же, брать для сравнения 2006 год, когда я начинала играть и когда, в принципе, ну, это даже не считалось спортивной секцией в КСК «Геолог» особо, то есть о бильярде мало кто знал, и, в принципе, спортсменов никуда не вывозили. Максимум – это два чемпионата России в год, и это две девочки, два мальчика приехали, посмотрели такими глазами на чемпионат России и уехали без всяких результатов. И когда уже пришли первые медали, это 2009 год, медали Кубка Европы, все-таки о бильярде начали говорить. Если брать, допустим, центр спортивной подготовки и игры, то есть меня уже устроили спортсменом, инструктором, начали платить зарплату какую-то, да, то есть начали помогать и начали отправлять, начали финансировать бильярд, то есть начали отправлять уже на чемпионаты России, на Кубки мира, на Кубки Европы. И когда все-таки начинаешь выезжать куда-то, получаешь колоссальный опыт, который не сравнится ни с чем. Благодаря как раз этому начал бильярд развиваться. И потихоньку, понемножку бильярдная школа там из 30 спортсменов, которые, допустим, в Сургуте занимались, на данный момент занимается 90 детей, да, это говорит о многом. И если брать территории, конечно, на других территориях все гораздо меньше развивается, тише, но уже появилась бильярдная школа в Ленторе. Также появилась детская школа в Советском. В Нефтьюганске у нас тренер привлек, допустим, детей, по-моему, дети-сироты там занимаются даже. То есть потихоньку, понемножку все-таки любители бильярда вливаются в эту тему, и только они могут это все развить, развить способности детей и начать тренировать. И благодаря чемпионатам мира, которые у нас проводятся уже давно, чемпионаты мира Европы, по территориям как раз разошлись столы бильярдные. И благодаря этому появились бильярдные школы, потому что бильярдный стол купить, который стоит порядка 300 тысяч, не каждый может, чтобы, допустим, чтобы открыть школу, ну сколько, столов пять надо хотя бы. То есть это порядка полутора миллиона рублей, где их взять, как бы, это все очень затратно. Ну и если сравнивать, конечно, сейчас даже ближайший, который был турнир ветеранов, спартакиада ветеранов, это 12 муниципалитетов, это ветераны от 45 до 81 года приехали побороться за звание сильнейшего. Это все говорит о том, что бильярд любят, бильярд играют, и маленькие, и взрослые, и старенькие, в общем, все. Этот вид спорта как раз позволяет играть до глубокой старости, пока ноги ходят, как говорится, глаза видят, руки делают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова